привет дорогие друзья подписчики и зрители канала сегодня мы заканчиваем первый сезон воходячих мертвецов и это дополнительный сюжет это 400 дней особый эпизод то есть в принципе там и все прошли осталось только вот это девушка или мальчик кто эта девушка на нашел скорее всего барышня ну а так это все мелкая подросток что сейчас я иду по зажжу на земле 236 день с начала эпидемии шелл эй шелл твоя сестренка хорошо играет а у бекки был хороший учитель стэф спасибо за это ей нужно было сосредоточиться на чем-то знаешь помимо всего остального да уж выросли в таком мире как думаешь это сильно отразится на и она уже меняется она так просто забывает то что раньше не было дело до того наверное так и должно быть когда-то уже потерял столько всего как я все равно очень волнуюсь бы как хороший ребенок даже дерьмовые времена и все равно придется много пройти через сети ужаса но если мы сможем огородить ее от этого дерьма что увидела я спасибо стэфани молодец отлично отлично лайк лайк за песню ребят прям слегка легко прям вот сразу и легко бэк это было замечательно спасибо сестренка может будем повторять эту каждую неделю это отличная идея может все устроим что-то вроде шоу талантов это было потрясающе бэк нам всем сейчас нужна музыка а я рассказывал что играл в группе да роман ты рассказывал она мне не хочет слышать об этом снова ладно ладно в таком случае возвращаемся к работе о я благодарю что будет выразить овощи в саду сегодня у нас будет свежий суп ладно за дело хочешь помочь мне и шел провести проверку запасов еще бы это раз ты будешь прийти фонарики а я пушки круто вообще сначала я хотела убедиться что все или ножи в хорошем состоянии фонарики подожду шел когда у тебя будет минутка по встретимся на заднем дворе можешь покормить моих сторожевых псов хорошо туда посмотрим ножи потому что она про ножи говорила эх эти ножи не мешало бы наточить волнуйся они в нашем списке они там точат ножи да класс что это посмотреть на пятно крови ты знаешь что здесь произошло нет роман говорил что это уже здесь было когда он с тэфами нашли это место в те времена здесь могло случиться все что угодно лучше об этом не думать тёлочки у нас сегодня серия с тёлочками ребятки давай позырим на пистолет им как у нас патронами лучше чем мы думали и мы давненько не использовались оружием чё-то я жопаю чую что сейчас прям вот прям вот буквально оттуда-сюда и начнете ими пользоваться одного не хватает мы так и нашли фонарик нет наверное он где-то на кукурузном поле осталось да ладно это подожди кукурузное поле это вот раньше это закусочное было неплохо потому что люди платили за то что делали кушали а когда сюда заходило много мертвых людей им же платить нечем типа так подожди давай кукурузное поле нет мы сами справимся до байком 3 типа магии роману то есть шелл это у нас вот это зеленые курточки с отвисшими титьками барышни ну ладно куда ты а вот ну пошли так предупреждение огнетушителя посмотрим что нужно их проверить убить и что они все исправны да ничего не идет спать кому нахуй нужны тем не душе телитвы в мире творится херня такая он уже давно не работает содовая так газировка то есть раковина смотрим на раками хорошо что мы начали набирать воду из бутылки понятно только персоналом написано дверь так консерву хорошо что и больше не приходится устраивать вылазки за едой слушайте ну вы так банана выше все сожрете надо же будет все равно вылазить перепасы начинают заканчиваться вот то что я говорю слава богу что теперь есть сад у них и сад да я слышал ну ой ёб твою мать ты меня напугал он голоден наверное он знает что сейчас время кормежки а чем вы их кормите и какая мерзость не могу не согласиться знаешь твоя сестра сказала что хочет заниматься их кормежка роман мы это уже обсуждали бекке не нужно заниматься такими вещами слушай я знаю что ты думаешь что легкая жизнь для нее будет лучше но это не так это лучше чем альтернатива пусть она получит более короткую счастливую жизнь чем длинную на полную смерти и ужаса все будет хорошо пока она может защитить тебя но я не хочу чтобы люди стали и безразличны ладно что есть тот не знаю пойду проверю а я пойду внутрь жду не дождусь супа салыш подходить так понимаю к ним нельзя она поговорить им ну-ка и вася здорова не дал не хочет говорить не хочет говорить ну ладно не думал может он хочет говорить или что-нибудь скажете по ням ням хрю хрю тоже на цепи да ну нормально чем бабулька что ли какая-то господи кого она там сожрала ё-моё и как вот сожрала не знаю крышку и крыску мышку так здесь уже тупичок тупичок чему тут ходим вот чем мы тут ходим он пошел значит суп жрать на баскетбол можно нет нельзя он пошел значит есть суп а мы тут ходим проверяем зомбаков ну нахер я пошел тоже суп жрать нахер нахер суп то всегда лучше чем да ты заебала господи никогда больше играть так не делай эй что на тебя нашло я постоянно так делаю просто нельзя вот так пукать людей теперь уже нельзя это очень небезопасно ну а что если бы у меня было оружие я могла бы думать что ты ходячий о чем ты я не видела ходячего на заднем дворе который ел щенка щенка да думаю это просто подействовало на меня понимаешь он был таким маленьким в последнее время не думаешь о детях но после всего просто понимаешь это как должное вот как-то так до них можно легко забыть верно ну а потом понимаешь вот он ты видишь его и хочешь защитить а теперь его уже нет херово но если клайф умрет мы можем заменить его тем ходячий из которого будет холдить зимовый ты чуть отлично я не знаю что-то плохое но нужно идти романа найти романа боже мой быстрее 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 роман самый вертой чувак в мире твою мать он все разрубить все все решит что там у нас сюда все черт идем нам нужно найти романа о спокуха господи господи что ты с ним сделал я лишь завязал ему глаза и связал руки избил его кто-то другой эти синяки уже были когда мы его поймали сражевые псы застукали его при попытке влезть нет они порвались не так близко что он украл еду лекарства все что мог наложить свои руки он не взял ничего необычного никакой информации я от него и получить не смог я думал что он не говорить по-английски поверить не могу за последние пару недель к нам подлекали уже дважды когда нас напали в прошлый раз они не смогли их мать и не ушли с огромным количеством медикаментов мы все знаем как не просто выживать он пришел сюда за едой давайте просто дадим еду и отпустим а что если он не один он могут разведчиком мы не можем рисковать отпуска его но почему бы ему не позволить остаться думаю это неплохая идея нам не пригодились бы еще люди которые обезопасить нам не нужны с лишним дай посмотрим на него ну чем она поможет он даже не говорит по-английски наша группа держится ли потому что мы умеем общаться между собой мы должны способ найти помочь ему мы должны найти способ помочь ему это он не останется здесь если вы примете его группы я свалю нахер в последний раз когда мы это сделали мы потеряли бри а затем и вернон проклятой лодкой вот она группа развалился за верно его лодки они за доверие к незнакомцам вернон все это время хоть охотился за лодкой той группы из саванна а когда она осталась без присмотра они украли и вот тогда наша группа и развалилась ему нельзя оставаться здесь согласен оставлять его здесь не вариант в его состоянии мы лишь потратим на него припасы слушайте мы все знаем какие у нас есть варианты так что давайте решать либо мы отпускаем его и рискуем либо мы убиваем его господи ты серьезно роман прав ни третьего не дано мы отпустим его это единственное правильное решение говорю тебе мы не можем отпустить его но убить его это неужели это решение стэфани бойт вы не хотите убивать его мнение джойстик клайва нам тоже известно решающий голову за тобой шел что-то выбираешь мы должны освободить его мы можем да он даже не вооружен нельзя убивать его это не самозащита если он вернется сюда и навредит нам это не одно и то же но в прошлый раз джей джойст этого давно если мы убьем его мы теряем часть себя которую не сможем никогда вернуть он по-японски лопочет что ли я еще не готова расстаться с собой угомонитесь особо не надеюсь вы знаете что делаете дайте ему еды три или четыре консервы знак добрая воля затем увидите отсюда я не знаю понимаешь ли ты меня но лучше тебе понять вот что сегодня ты был на волосок от смерти если ты еще хоть раз хоть раз придешь сюда и расскажешь или расскажешь кому-нибудь о том где мы ты будешь жалеть что не умер сегодня двести пятьдесят пятьдесят девятый день сначала эпидемии теперь четверки нет у тебя есть семерки ага я скучаю правильной гитаре для публики в смысле это было глупо но весело почему мы больше мы так не делаем со все со времен того нападения мы много чего должны были перед не стоило отпускать этого парня бой был жив и все остальные бой был уверен что мы поступили правильно а теперь роман помешался на том что это решает нашу безопасность ты же знаешь что невозможно да ну в последний раз роман не хочет рисковать стоит починить сломанные доски у парковки бека ты что опять выходил за стену ты знаешь как это опасно да это не опасно там нет никого кроме этих медленных ходячих отчеты к нам два раза пробирались там может быть кто угодно что если кто-нибудь увидит тебя и пойдет за тобой да не будет такого чёрт возьми бека шелл не нужно с тобой поговорить да открыто что ты заходи в чем дело здравствуй бека привет когда у тебя появится время подойди ко мне нам нужно поговорить это очень важно да ладно я буду снаружи ты меня заметишь мы можем здесь поговорить нет закончить дела и подойди ко мне только не задерживаясь что такое может он узнал про доски если это так я ничего не расскажу но больше тебе не стоит подходить к ним ладно оставайся здесь я скоро приду я расскажу тебе в чем дело когда вернусь ну тут как далеко то стоишь поближе почему не мог подойти сейчас нет тут отпиздавать целую минуту две займет лишь говорю господи боже ты мой еще втыкаться что там написано что это что-то незаконченная картина кто-то рисуете и пишет чей-то ну ты хоть чё-нибудь скажи чё молчишь то не хочу я разговаривать со старушкой ну и кусты ну где вы там роман отлично ты пришла что такое дело стефани что произошло мы поймали при попытке сбежать она рискнула ты знаешь куда направляется какие у нее планы нет но у нее была сумка с большинством наших патронов и припасов она кинула нас shell всех нас теперь мы снова в том положении что не можем держать ее здесь но отпустить мы не можем ты ведь понимаешь к чему я тебе это рассказываю да ты хочешь чтобы я позаботилась об этом не именно ты и будет хотели отпустить того парня уговаривали всех нас рискнуть мы рискнули и мы ошиблись а теперь бойт мертв теперь у нас нет такой роскоши теперь мне нужно знать что ты с нами на все сто процентов я это сделаю у меня нет выбора да у тебя есть пушка я дам тебе пять минут чтобы ты собралась с мыслями господи что же мне сказать бекки это решать тебе чтобы ты не сказала я поддержу тебя что чем дело у меня неприятности то что я сейчас скажу это будет больно слышать в чем дело дело стефани она украла патронные медикаменты и попыталась сбежать господи нафиг она это сделала роман говорит что убить ее я согласна зачем она поступила с нами она была просто напугана она совершила ошибку значит это будет ее последней же бэка стефани твой друг она была моим другом роман хочет чтобы я это сделал не жаль да я просто покончим с этим твой пистолетом ящики ну застрелишь за 100 я не хочу быть тем кем мы стали тогда позволь мне это сделать нет я это сделал я никогда не должна делать такие вещи просто мне нужна минута соберись как же все херово да уж соберись говорю знаешь мы не обязаны это делать мы просто можем уйти в смысле раньше мы выживали одни и мы увидим сейчас мы то будем уже далеко прежде чем они поймут что мы в чем ты рехнулась идем поедем там ничего нет пока мы здесь мы будем в безопасности группа защитит нас но мы могли я не знаю но если мы будем выживать одни мы проживем меньше к тому же ты знаешь правила если мы попытаемся уехать роман выследить нас у нас нет выбора теперь мы такие шелл пора я не хочу подвергать тебе опасности и если ради этого нужно стать такой значит так и будет бека это запомнит конечно запомнит да бери ты пистолет-то и теть твою же мальму как арму стоит он посмотрите на него красавчик с грустными глазами ну пойдем да жаль жаль да всем очень жаль всем пипец как жаль но это надо сделать мне тоже жаль всем жаль иди тарата таран там пам пам ой 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 это кто четырехсотый день с начала эпидемии мы были правы здесь есть выжившие есть живые они будут рады быть спасенными сколько их думаю около пяти человек они оставили записки по крайней мере мы знаем что они хотят чтобы их нашли я вижу дым вдалеке наверное лагерь попробую выйти с ними на связь замечательно что же будет осторожнее принимая только правильные решения у нас отличная община и мы хотим чтобы так и оставалось конечно прикольно чё очень даже круто я нашла их ни хера себе отличная работа все в порядке пока все идет нормально я попробую поговорить с ними пожелая мне удачи ох какая красивая картинка да и удачи и будь осторожна не пытайся давить на них уговори скольких скольких стольки стольки сможешь поняла эй не стреляйте не двигайся твою мать ты кто такая меня зовут тави как ты нашла нас я нашла ваши записки я разведчик из растущей общины на севере мы ищем выживших и спасаемых у нас есть еда чистая вода и кровь для каждого мы предлагаем вам возможность помогать нам и начать все сначала боже звучит слишком хорошо чтобы быть правда но и я верю ей бонни одумайся теперь ты всегда говоришь правду это не значит что это все делают если бы я не доверяла людям буду было уже мертва в этом я уверен люди могут позаботиться о тебе и если ты им позволишь как лиланд позаботился о тебе когда ты позволил да прекрати ты бека до меня доходили слухи об этих местах парень с которым я путешествовал типа кинул меня чтобы самостоятельно найти то место он думал знаешь что а давай сделаем она выглядит сытой так и чистой чтобы помешало поесть и принять горячий душ постойте мы не знаем с кем имеем дело я не хочу застрелить сумасшедшим придут как-то было сразу я ушел от него вает и я не сразу понял что это блюдо псих послушайте нам нужны люди вот и все вы ребята должны решить хотите вы или поехать с этой группой или разделиться или еще как но я не хочу находиться на открытом пространстве после насупления темноты в течение нескольких минут я собираюсь сесть в машину и уехать надеюсь кто-нибудь из вас поедет со мной шел почему мы слушаем ее очевидно же что она лжет даже если она врет я думаю что постоянно двигаться оставаясь на одном месте ты остановишься легкой мишенью и мне безразлично если тебе кажется что там безопасно эта заправка была смертельная лужка да но она была прямо возле шоссе и вы и кучка сыриков не смогли бы защитить ее ребята мне это не нравится мы просто должны уйти я не доверяю ей конечно нет рассел ты никому не доверяешь я не лгу вам как мы знаем что то правда никак вы идти помеете права не идти но мы будем рады вам ребята доверьтесь мне нам нужно туда что-то вполне мать будет ловушкой что если хотят они нас убить спасибо тебе кто живет там это пиздец если бы мы хотели убить вас мы бы уже были мертвы у меня есть пистолет я подкралась к вам незаметно и что вас останавливает вот именно ничего послушайте я знаю что вы ребята беспокоены у вас есть причины для этого но вы плохо меня знаете и да в этом мире есть несколько шизанутых уродов я здесь только за тем чтобы сделать предложение вы можете пойти со мной или остаться здесь выбор за вами что ж кто желает пойти со мной корее сейчас пойдет наверно ну наркомашка наркоманка да я иду подымай руку подымай поднимай я не уверен мы здесь давно и насмотрелись такого дерьма иметь ли смысл на что-то надеяться конечно надежда это все что у нас есть некоторые из вас были разлучены своими семьями друзьями это призрачено но все же шанс снова их встретить у вас были люди из стейтсборо да думаю да а хорошо но я бог облинусь если ты что-то задумала то я то и ты пожалеешь об этом да если ты не врешь может может энди будет там мы сделаем все что в наших силах чтобы помочь вам найти ваши друзей и семьи но поймите я не могу ничего обещать мы понимаем думаю вы все приняли решение что ж я думаю у нас появилась группа и что ты будешь этим делать все будет хорошо я это знаю как мы узнаем что это сработает даю вам слово вот собственно и все видимо так в чьи ногу выстрелить вы 30 процентов игроков выстрелили в ногу дэнни остаться или пойти вы остались в машине или вышли 50 процентов ну короче нормально вы бросили на это 75 процентов лагать вы создать вы солгали лиланд 25 процентов игроков были честны вы и 25 процентов я вхожу в тот процент где были люди честны убить стефан и вы уехали на фургоне или или убили вы и 25 процентов убили игроки стефани прекрасно пошли ставей остались в лагере в смысле ух ты она осталась в лагере с мелкой ну вот собственно и все ребят первый сезон все эпизоды мы прошли и основные 5 и этот дополнительный эпизод который растянулся у нас на по моему 4 серии да и или 5 ну неважно так что ребят обязательно комментируйте как вам понравилось все это дело уже завтра послезавтра я начну проходить второй сезон ну и там немножко и третий ставьте лайки ребят подписывайтесь комментируйте и до новых встреч в новых не менее прекрасных игрушках пока